Россия сегодня снова пыталась атаковать критическую инфраструктуру Украины, но, как всегда, занималась излюбленным делом, а именно убийством мирного населения, геноцидом украинского народа, терактами, ударами по жизням и судьбам мирных украинцев. Больше всего досталось Днепру. Сегодня Днепру. Уже на данный момент 5 человек погибших, более 30 раненых, в том числе семеро детей. Это уже стало нормой. Российская армия, ее командование и обычные исполнители настолько ущербны в своем стремлении доказать верховному говнокомандующему свою верность, что не стыдятся отдавать приказы и наносить удары по самым маленьким, по незащищенным. Видимо, в этом доме, в городе Днепр, находился центр принятия решений. Но к российским садистам мы уже привыкли. Больше всего вызывают недоумения так называемые украинцы. Те, кто на полном серьезе уверен, что ракету над домом в Днепре сбили нарочно, дабы выпросить побольше денег и ПВО для Украины. А еще титул Мисс Вселенная. Одна из таких недоразвитых, Юлия Витязева, родилась в Украине, но уже более 8 лет продолжает работать на кремлевскую пропаганду. Витязева не скрывает свой идиотизм. Она регулярно выступает в эфирах Соловьева, Первого канала с подобными заявлениями. С нее спрос после победы Украины должен быть не меньший, нежели Суровикина, Герасимова, Шойгу, Путина и им подобных. Витязева. Один из главных поджигателей и разжигателей этой войны. Она, как и подобные ей, несет прямую ответственность за убийства сегодня жителей Днепра. На протяжении последних более чем 10 месяцев тысяч жителей других городов Украины. А нам с вами главное не забыть и не простить. За каждую жизнь, за каждую разрушенную судьбу Витязева и ее хозяева должны понести самое жестокое наказание. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Ты его погубил? За что ты его погубил? Вы сюда приезжали, к нам в город, мы воспринимали как нормальных людей, как нормальных родственников. Что вы сделали своим сыном? Негодяи, я вас проклинаю до седьмого поколения. Пусть вы собаки всю жизнь прокляты, всеми людьми и вновь тоже прокляты, и всеми материнскими слезами. Пусть вы прокляты на всю, на всю страну. Господи, я. Господи, я. Мы с украинцами один народ. И желаем одного, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО, дружественной для России государством. У нас попадание в жилой дом, в многоквартирный жилой дом. Два пролета, то есть это фактически два подъезда, практически полностью разрушены со второго по девятый этаж. Мы только что снимали на месте разрушения колоссальные. И сейчас продолжается разбор завалов. На состояние на сейчас известно о пяти погибших. 21 человек госпитализирован в больницу с травмами разной степени тяжкости. Также мы знаем о том, что 20 человек успели спасти, среди них трое детей. Однако продолжается всю ночь, я думаю, что будет продолжаться разбор завалов, поскольку работают представители МЧС, полиция, спасатели. И даже подключаются волонтеры, добровольцы, поскольку огромные масштабы разрушений. И сейчас на месте там действительно очень тяжелая ситуация. Можно предположить, что в субботу днем дома были люди, выходной день, самая середина дня. Остаются ли сейчас под завалами люди? В сетях распространяется видео, где из-под завалов слышны крики. Действительно ли это так? Да, это правда. Действительно, удар ракеты пришелся на примерно 15-30. Это суббота, выходной день, когда многие люди были дома. Это спальный жилой район города. И, конечно, мы подозреваем, что очень много людей находилось в своих домах. Действительно, продолжается разбор завалов. Там точно есть еще живые люди. Мы очень надеемся на то, что удастся спасти сейчас людей. И спасательная операция будет продолжаться в течение всей ночи и, возможно, даже следующего дня. Евгений, находятся ли рядом какие-то военные объекты? Можно ли говорить о том, что это была ошибка со стороны российской армии во время так называемых высокоточных ударов? Или удар был специально нанесен по жилой многоэтажке? Ну, представьте себе, просто спальный жилой район возле Днепра. Рядом набережная, рядом коса, где отдыхают люди летом. То есть не то, что военных объектов. Там даже объектов какой-то критической инфраструктуры или еще чего-то не может быть. То есть просто супермаркеты, детские площадки, школы и детские садики. Представьте себе типичный жилой район города. Вот примерно так это происходило. Примерно в такой район прилетела ракета сегодня. Что говорят другие жильцы этого дома? Возможно, удалось с кем-то поговорить на месте. Вы знаете, мы пытались поговорить с жильцами. Они, к сожалению, находятся в очень тяжелом моральном состоянии. Мы не стали с ними сегодня разговаривать. Возможно, удастся пообщаться с ними завтра. Спасибо за эти подробности. Страшные подробности. После сегодняшнего прилета, так называемого, в Днепр. Мой коллега Евгений, журналист Белсата, в Днепре был с нами на прямой связи. Будем, конечно, возвращаться к этой теме. Тем более, что воздушная тревога в Украине сегодня звучала неоднократно. Украинские города, в том числе и столица Украины, Киев, подверглись ракетному удару со стороны России. Сейчас Украина, возможно, готовится к новым ударам. Подробности происходящего в стране знает мой коллега, корреспондент Белсата в Киеве, Александр Борозенко. Саша, привет. Расскажи, как прошел сегодняшний день в Украине. Приветствую, Маша. Приветствую, зрители Белсат. Да, сегодня весь день в украинской столице прошел под звуки сирен воздушной тревоги. Первые взрывы разбудили киевлян. Примерно в 6.30 утра, это было несколько взрывов, сообщалось изначально, что они никак не связаны с атакой воздушной на Украину. Однако потом официальные лица подтвердили попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Сразу же надо отметить, что некоторые пророссийские паблики параллельно начали еще и информационную атаку, сообщая о том, что эти удары по столице украинской – это начало наступления с севера, начало наступления с территории Беларуси. Однако очень быстро эту информацию опровергли, никакого наступления нет. Дальнейшая атака проходила примерно в 9.30 утра. Официальные власти, власти Киева, сообщили о попаданиях в объект энергетической инфраструктуры в Днепровском районе столицы. Также в Голосейском районе было зафиксировано попадание в нежилые объекты. Там начался пожар, который спустя несколько часов был ликвидирован. В Дарнинском районе несколько автомобилей были повреждены осколками от сбитых ракет. В дальнейшем воздушные тревоги были объявлены еще в течение дня несколько раз. Фиксировались вывод кораблей в Черное море, носителей ракет «Калибр». Также сообщалось о взлетах стратегической авиации. Надо отметить, что изначально по утренним ударам появилась информация о том, что ракеты запускались с территории Беларуси. Однако позднее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат смог официально заявить, что это просто удар с северного направления. Точное место запуска пока установить не удалось. Ракеты летели по баллистической траектории, из-за чего украинские силы ПРО не смогли их вовремя зафиксировать и каким-то образом помешать этим ударам. Однако часть ракет все-таки была сбита. В дальнейшем еще несколько раз объявлялась воздушная тревога. Ударом подвергалась не только Киевщина, не только столица Украины. Попадания зафиксированы на Львовщине в объект инфраструктуры, а также Харьков сегодня несколько раз был под ударом. И о последствиях этих утренних ударов предлагаю послушать главу области Олега Сенегубова. Сегодня с ранку ворот завдал черговых ракетных ударов по нашей критической энергетической инфраструктуре. Сегодня утром враг нанес очередные ракетные удары по нашей критической энергетической инфраструктуре, по промышленным объектам в городе Харькове и Чугуевском районе области. Сейчас наши подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий стабилизации ситуации с подачей электроэнергии. В течение дня еще продолжались ракетные удары по территории Украины. В основном удавалось сбивать ракеты. Сообщается о сбитиях в Николаевской, Ивано-Франковской области, также в Черновецкой, в Винницкой области. При этом МИД Молдовы сообщает о том, что осколки одной из битых ракет упали на территории этой страны. Подробности пока неизвестны, ждем какого-то подтверждения. Стоит отметить, что из-за этих массированных ударов, целью которых уже, к сожалению, привычно стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, во многих областях начали перебои с электрообеспечением. В Киеве заявлено о том, что вынуждены уйти с привычного графика так уже планированных отключений. Будут экстренные отключения электроэнергии. И также сообщается, что Харьковская область и город Харьков теперь испытывают большие проблемы и фактически полностью обесточены. Раздолбать их всех там, запустить какие-нибудь. Что раздолбать их нужно всех, пусть они этим мирными прикрывают. Нужно уничтожать, которые прыгнули на Россию, всех уничтожать. Это все твари. Всех надо уничтожать. Дотла. Редактор субтитров А.Семкин